Друзья, привет! С вами я, Даня, и добро пожаловать! По-прежнему сегодня не GTA 5, сегодня не CSGO, и посмотри, это лес, идет дождь, безумные монстр-машины! Сегодня будет оффроад, в полнейший грязь мест заезжаем, будем смотреть, проходите машины по грязи, будем сами пытаться проехать по грязи, смотрите, что получится! И если по-прежнему нравится такой вот необычный контент, ты можешь написать в комментариях, поставить лайк и не забудь про подписку! Мы, собственно говоря, начинаем страдать! Трындец приехали! Я, кстати, начну вот на этой Ниве, прямо на черном Чироке. Нифига тут, слушай! Условия так-то нормально! Зашибись вообще четко, я в таком еще не ездил. Может, с Геликой я на Ниву пересел теперь, вот, как прочувствовать отечественный автопром, посмотрим, как это будет выглядеть все. Но, слушай, посадка мне нравится, комфортная, вполне себе такой удобный хват, то есть ты понимаешь, что, да, тебя ждет суровые условия, ты поедешь, да, комары пошли в жопу, меня покусали всего! У меня щека красная! У меня щека, да, проехать можно завестись? Да, да, если заведешься. А багажник? Давай! Сцепление выжими! Завелся! Закрывай дверь, поехали! Пока, ребята, до свидания! А что сцепление такое жесткое? Да, контент! Ты сейчас сядешь, сам за нее поедешь, понял? Нет! Да, слышь, вот! Открой, там арматура, человек! А, как я вижу! А ты что ездишь? А как тут что ехать? Нормально, нормально идет, все хорошо. Но я хочу сказать, это очень интересный опыт. Он знает, как включать сзади, ребята, с ним не страшно ездить. Это нормально? Там что-то сзади на меня упало. Она не рулится. Что произошло? Проехав первый этап на этой Ниве, я с ним, собственно говоря, справился. Мы остановились, чтобы расчистить маршрут, тут не проехать никуда. Заглушили машину, и получилось так, что она обиделась, приуныла, она не хочет заводиться. Теперь программа по эвакуации, сейчас ее будут лебедкой выдергивать. Это на видео, кажется, это легко. На самом деле, это абсолютно нелегко, оператор за жопу покусывает. Мы повидели его лицо сейчас, господи! О, Ниву заводят с кривого стартера, с толкача, на нас не заводится нифига, только так теперь можно заводить. И все, абсолютно. Потому что с ней случилось. Я, на самом деле, смотрел ролики про оффроуд, это было безумно легко. Проехать здесь нифиг делать, казалось, сейчас я вот нахожусь здесь, я понимаю, что это абсолютно трындец. Какие-то коряги, какие-то комары, блин, машина глохнет, это нереально. Ох ты, тут шесть какая-то. Она сама рулит, я не рулю абсолютно. Ну, нормально, прям весело идет. Тут я вижу больше газа, больше бревен. Это сейчас страшно было или нет, что это такое, как будто отвалилось что-то от машины. Посмотри, он едет, он даже не ощущает. Он чисто на лайте проходит все. Ему нужно срочно пересесть на Ниву. Только пересев на Ниву, он прочувствует всю эту боль. Он проехал, не почувствовал. Я расстроен. Я думал, он будет мучиться, он будет застревать. Я хочу, чтобы я проехал, а он застрял. Вот, на самом деле. А то что он едет такой на расслабоне. Что происходит вообще? Этю машину заглушил стартером, слышал? Нормально, квадрокоптер только что потерпел крушение. Но нет задней лопасти, повреждения минимальны. Жить будет, мне кажется. Главное, что подвес работает. Самая дорогая штука в квадрокоптере, это долбанный подвес. Я прокатился на Чироке, и что я могу сказать? Я еду и кайфую, я не ощущаю ничего. Я на Ниве просто боролся со сцеплением, я боролся с рулевым управлением, я боролся со всем. На сцеплении для Нивы, как я вообще себя нормально повел? Для новичка ты ехал вообще просто супер, на самом деле. Нива без всякого тюнинга, без понижения, это нормально. Едешь и кайфуешь на Чироке, это нормальная тема. Но красная впереди всегда, русская впереди всегда. Вот она даже сейчас впереди. Это не потому, что фаркоп сзади, а потому, что она впереди. Однозначно, 100%, я проехав на двух машинах, могу сказать, что 100% эмоции ты чувствуешь только на Ниве. Только Нива тебе может подарить настоящий просто экспириенс оф рода. Ты ни на какой машине с гидроусилителем не прочувствуешь, как тебя колея выбивает, тебя куда-то ведет. Ты рулишь влево, он тебя прямо ведет. Ты хочешь вправо, он тебя влево уводит. Только Нива, может, подарить тебе эмоции такие. И комары в лесу. Смотри, Дима тронулся. Он не заглох. Но, ладно. Он как-то не очень уверенно заехал, он заднюю передачу ищет. А, нет, выезжает, смотри, смотри, выехал. Во, борьба пошла, Дима. Я за тебя. Смотри, неплохо, уверенно идет, довольно-таки. Молодец. Прошел первый спецучасток, но он хоть не такой серьезный, но все равно. Показать на этой машине, я понимаю, какие там проблемы с рулем. И он держится вообще молодцом, посмотри. И не глохнет. А говорит, на цепухе ездить не умеет. Вот молодец, вот тебе ручная коробка. Смотри, как уверенно пошел, а красиво как. Молодец. Дал-дал, ушел. О, дал-дал, пришел. Он заглох. Он орет. Еман, он притонул. Еман, Дима. Ты как там, Димон? Вода нашел. Почему как только я сел, вот это на тело? Ни хрена себе, ты утонул. Поехал. Я тогда тут болото под ногами. Трында. Там вода у него в салоне прям. Кто не ощущает? Я вижу на воде, ощущали. Вовремя я пересел. Просто за руль широки. Открой дверь. Передал, ты заведешься? Нет, наверное. Ах, или... А ты говорил, будем ли мы застревать? На тебе, блин. Машина вся в воде. Это жесть. Я видел, как она... У меня сухая задница, ребята. Задница сухая. Я очень рад этому. Мы, получается, едем, едем, а она только прокручивает. Застревает, глохнет. И я сначала воды нет, а потом вода начинает поступать. И я бах. Думаю, что делать? Не а, куда же деться? Ну, слава богу, меня спасли. Ну, как спасли, спасибо. Ты просто посмотри на это. Машина утонула нафиг. Она в засаде. Ей в жопу. В данный момент ей совсем грустно. Я тебе говорил про это. Она же не 5 минут. Мы метров 100 проехали. А вот он и оффроуд, про который мы говорили. Посмотрите. Хорошо, что Дима ехал на Ниве. Он же... Окунулся в холодную водицу. Не ври. Просто, видите, вот след-то водный. Вот машина вся была в воде. Он открыл дверь, туда вода хлынула. Теперь вот вытаскивают его. Последствия. Ой, блин, там квадрокоптер. И сердце ехнуло сейчас. И шпроты. Да что? Победал. Там шпроты. Валек, в свой портвенсе. Я вас не забежал, ты его жопа. Посмотри на это. Охренеть. Ну тут есть лебедка. Черок, есть что вытащить с помощью лебедки. Дима цепляет лебедку. Пошел за лебедкой. Нормально. Главное здесь не утонуть. Болотом капец, как пахнет запах болота. Чисто съел черок. Вообще. Тяни. Бляха, муха, все. Скотч не работает, ребята. Бляха, муха. Я и не мог. Диман, чего ты, говорю, жопу не замочил, да? Самое обидное, что на заднем сиденье этой машины лежат мои помидоры, которые я взял, чтобы поесть. Ой-ой-ой, тут надо отойти. А что мне... Я уже упал. Что мне бояться? Как вода холодная? Теплая водичка. Попробуй. Зацени. Тут тупо озеро, тут тупо река. Да, озеро долгое, мы уже приехали к нему. Смотри, он едет. Отойди, он сейчас зальтать сюда будет. Пошел. Дима, тут не так все страшно было, как ты рассказывал. Главное, чтобы он не утонул. Там сейчас дальше будет жопа. Попер. Все, поехали. Да я не буду, значит, дурак, чтобы Нева там на ланте прошла. У нас проблем не должно быть. Наверное, в колею сесть, не перевернусь хотя бы. Хорошо идет, да, слушай. Вообще, в болото хрендец, а он прям пофигу. Я отдыхаю. Я от комаров подгоняю вашу кружечку. Чая. Надо было забрать дурца, а то вам упадет бедолага. Там есть, да, вот. Нет, на широкий это вообще лайт. Да? Вообще, ну ты видишь, он учился. Я примерно так катался на нем. Дринда-то наук. Пацаны. А, вода потекла. Я очки втюжнул. Лайт, вода, и она задымилась, посмотри. Задымилась, потому что... Что, двигатель, вода, пар, она испаряется теперь-то вода. Ну да, уговаримся. Мне прям на ноги, сука, налило. Тринда, тут дорог вообще нет. Мы едем там, где нет дорог абсолютно. То есть мы идем за человеком, тут эту дорожку протоптал, и мы просто идем по этой дорожке едем. Ну это вообще просто красота. Тут везде объезды какие-то. И непонятно, где объезды, а где нормальная дорога. Кому сюда надо ездить? Зачем здесь дорога есть? Просто уход. Это циклы. Кроводили. Дребники. Дребники и пучком сюда ходят. Чисто это жесть какая-то. Едем там, где нет дороги. Молодые побеги. Спасибо, я ничего не вижу. Мне интересно, мы как это выезжать вообще будем? Не, пусть они сами выезжают, я обратно не поеду. Ситуация. Дорогу преградило дерево. Вот оно, лично оно упало. Сейчас его будут пилить, и мы посовещались и решили, что лучше доверить руль профессионалам, чтобы ехали тот, кто поопытный. Не, Юр, давай ты будешь ездить лучше. Мне так больше нравится. Е, ман. Это вообще. Охренеть. Стекло чисто. В ту сторону ехали мы, в другую сторону мы решили посадить уже профессионалов, потому как мы ехали 2 километра, наверное, часа 4. Ты смотришь на ролики, знаешь, блин, да что он там стоит, газ нажал и поехал. Тут бревна, тут деревья, машину подкидывает, головой потолок бьешься. Она застревает, в конце концов, постоянно. Это все не так просто. Если вам это интересно, мы это будем продолжать. Там лужа конкретная спереди. Не знаю, как мы будем проезжать сейчас, но это прям ров. Что касательно машин, сегодня у нас было 2 машины, как ты знаешь, это Нива и Чироки. У Нивы у нас 70 сил подключаемый, полный привод вернее, у Чироки полный привод 140 сил, Нива в стоке, у нее даже шноркеля, грубо говоря, нет. Что касательно Чироки, у Чироки есть шноркель, у него полная подготовка и по ощущениям, если ты хочешь настоящих ярких эмоций от оффрода, тебе нужно садиться на Ниву, у которой нет гидроусилителя, у которой ручная коробка передач, когда ты начинаешь работать газом, сцеплением, тормозом. Это передает максимально ярко всю картинку оффрода. Особенно руль, который фиг повернешь, у тебя машина сама своей жизнью едет влево-вправо. То есть именно на Ниве ты можешь получить то самое непредаваемое ощущение оффрода. В общем, захочешь, бери именно Ниву, езжай на ней. Вылезла. Ох ты, блин, это же в меня полетело почти что. Вот это просто жесть. Показал истинного зверя. В общем, это был оффрод. Это второй ролик на новом канале. Если ты хочешь больше подобных роликов, напиши в комментариях, как тебе новый канал, новый контент. Стоит ли продолжать такое? Не забывай про подписку. Квантум был с вами. Я уже, конечно, на этом канале, а не Квантум, но Квантум, да. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Знакомьтесь, это Данила. Он стал немножко подвижнее. Да, он там, сзади, за бревнами. Вот он, он идет. А это друзья Данила. Нет, не бревна. Вот они, друзья Данила. Отвернул.